Мы продолжаем курс под названием «Векторные поля и теория меры». Лекторами выступая пока я, но позже присоединится, точнее, заменит меня Милков Станислав Сергеевич. Я, Дуков Андрей Валерьевич, в прошлый раз рассказывал про структурно устойчивые векторные поля. Это в некотором смысле хорошие поля, которые не меняются при малом возмущении. Я сейчас дам более точное определение. Но одно дело ввести понятие хороших векторных полей, другое дело описать эти векторные поля. Понятие структурно-устойчивых векторных полей ввел Андронов. Он же первым дал и описание вместе с Пантрягином, что представляет себя структурно-устойчивые векторные поля конкретно на сфере. Ну и на плоскости тоже, у него есть критерии. Так вот, сегодня вторая лекция нашего курса. И мы как раз обсудим критерии Андронова-Пантрягина, которые как раз эти структурно-устойчивые векторные поля и характеризуют. Но сначала, так, первый пункт это, собственно говоря, критерия Андронова-Пантрягина. Я прям напишу, хоть это здесь один, хотя это заглавие лекции. Так вот, сначала мы напомним определение, которое я давал в прошлый раз, но, разумеется, их могли люди забыть. Определение. Два векторных поля орбитально-топологически-эквивалентны. Два векторных поля, я не буду писать векторные поля, я буду писать ВП для сокращения орбитально-топологически-эквивалентны. Топологически-эквивалентны. Если существует гомеоморфизм их фазовых пространств, то есть, переводящий фазовый портрет одного поля в фазовый портрет другого. Одного поля в фазовый портрет другого. Голова с сохранением временной ориентации. Ну, я просто напишу времени. Нет, все-таки временной ориентации. Ориентации кривых. Если я просто написал бы времени, это получилось бы просто топологическое эквивалентное. То есть, оно с орбитальной. Время может меняться, но при этом направление времени не должно меняться. То есть, два вектора поля эквивалентны. Если, по сути, у них один и тот же фазовый портрет, то есть, каждой фазовой кривой можно сопоставить какую-то фазовую. А за кривой другого векторного поля. И главное, ключевое понятие – это структурноустойчивое векторное поле. Да, забыл сказать, что мы рассматриваем векторные поля на гладком многообразии, которое будет обозначать M. Это либо... Оно всегда будет у нас двумерно. Это либо просто двумерная плоскость, либо двумерная сфера. Сегодня мы как раз будем преимущественно говорить о двумерной сфере. Либо у какое-то подмножество двумерной сферы. Например, окрестность особой точки. Ну, может быть, еще что-то. Я напишу многоточие. Может быть, что-то еще потребуется. Но в основном вот эти римные многообразия. И мы рассматриваем пространство векторных полей, которым мы обозначаем вектор R от M. Это пространство всех СР гладких векторных полей на римном многообразии M. Так вот, определение. Векторное поле V из вект R, M структурно устойчиво. Если любое близкое к нему поле, к нему поле орбитально-топологически эквивалентно. Орбитально-эквивалентно. В смысле вот этого определения. То есть, имеет тот же самый фазовый портрет. Близкое. Имеется в виду, что вот в этом пространстве вектор R, M введена норма. Или, как минимум, расстояние. Но норма это обычная СР гладкая норма на пространстве функций. То есть, если рассматривать векторное поле как функцию, можно рассмотреть ее СР гладкую норму. И по определению утверждается, что у векторного поля V есть окрестность в этом пространстве, что любое поле из этой окрестности орбитально-топологически эквивалентно этому векторному полю. Так, ну и, собственно говоря, сам критерий. Критерий векторное поле V из пространства вект 1 на С2, то есть на двумерной сфере структурно-устойчиво, если... Давайте я напишу вот здесь, если... Нет, тогда и только тогда. Тогда и только тогда, когда выполнены следующие три условия. Условие первое. Все особые точки... Точки гиперболические. Все циклы... Все, точнее, периодические траектории Гиперболические предельные циклы. Я напомню, что такое гиперболическая особая точка и что такое гиперболические предельные циклы, тоже скажу, но чуть попозже. И V нет седловых связок. И что такое седловые связки, тоже чуть позже скажу. Адранов и Бодрагин доказали сразу необходимость этого условия. То, что веком, что структурно-устойчивое векторное поле не может содержать вот этих... вот эти вырождения. Точнее, не может содержать векторное поле, для которого какое-либо из этих условий нарушается. А вот достаточности этого условия они сразу доказать не могли. То есть, доказательство достаточности затянулось лет на 20. Мы тоже не будем доказывать достаточности условия, потому что, несмотря на то, что этот критерий довольно... ну, не то чтобы очевиден, но, по крайней мере, предуподобен, строгое доказательство стрелки снизу вверх довольно затруднительно и требует введения специального аппарата, например, под названием LMF-графы. Не хочу сейчас вдаваться в этой подробности. Поэтому мы будем доказывать только следствия отсюда-сюда. То есть, мы покажем, что все особые точки векторного поля В должны быть гиперболическими, все предельные циклы должны быть гиперболическими и должны отсутствовать седловые связки. Ну и давайте это доказывать. Как мы будем доказывать? Я буду отдельно по каждому пункту проходиться, например, начну с гиперболических особых точек. Я дам определение гиперболических особых точек. И мы рассмотрим примеры не гиперболических особых точек и докажем, что они не могут встречаться в структурно устойчивых векторных полях. Ну и так отдельно в каждом пункте я буду давать определение каждого из понятий, которые здесь написаны и мы будем это обсуждать. Поэтому пункт 2 называется гиперболические особые точки. мы рассматриваем векторное поле, которое имеет вот такой вот вид. Мы сразу предполагаем, что особая точка она рассматривается, она расположена в начале координат, а это некоторая матрица R, ну какой-то остаток содержащий члены O-малые от X. Определение. Особая точка называется гиперболической, гиперболической. Особая точка называется гиперболической. если действительные части собственных значений не равны нулю, где лямбда 1 и лямбда 2 это собственные значения матрицы А, где лямбда 1 и лямбда 2 собственные значения матрицы А. Ну я бы здесь написал и равенство, потому что либо нет, так плохо писать, вот так вот проще, лучше сказать, либо это собственные значения оба действительные и различаются, либо они не чисто действительные, а какие-то комплексные, не лежащие на действительной прямой, но при этом они обязаны быть сопряженными и тогда их действительные части совпадают, поэтому у меня возник соблазн здесь написать райс. В частности, ни одно из этих собственных значений не должно быть равно нулю. какие мы знаем примеры гиперболических особых точек. Ну, собственно говоря, само условие, что действительные части собственных чисел не должны быть равны нулю, сразу разбивает все множество пар собственных значений возможных на три случая, которые нам и дают три вида гиперболических особых точек. Случай первый. Особая точка типа узел. Это узел. В этом случае лямбда один. Но так как на картинке изображено лямбда один, лямбда два, меньше нуля, но в данном случае это устойчивый узел. Я не буду перерисовывать, но также может быть и неустойчив узел, когда наоборот все стрелки расходятся и тогда собственное значение больше нуля. Оба. Второй вариант это фокус. Фокус. лямбда лямбда два равно а плюс и b, где а не равно нулю. Опять же, я рисую устойчивый фокус, но также может быть и неустойчивый фокус. И третий возможный случай это седло. Или так сказать гиперболическое седло. Все, что мы рассматриваем это гиперболические особые точки лямбда один. Я напишу лямбда один лямбда два в произведении должны быть меньше нуля. То есть это означает, что одно положительное а другое отрицательное. Вот такие три вида гиперболических особых точек. Известный результат принадлежащий Пуанкаре а другое что векторное поле ну давайте для краткости напишу что векторное поле вида АХ плюс Р от Х для достаточно малого Р от Х эквивалентно топологически эквивалентно эквивалентно поле В равное АХ то есть своей линейной части В давайте ВА чтобы не отличались это для для Ц1 гладких векторных полей я не пишу но при этом точка ноль гиперболическая какая в прошлый раз мы про такое утверждение не говорили вместо этого мы рассматривали теорему Гробмена Хартмена которая говорит практически то же самое но только для седла для седла узла и фокусов в принципе это утверждение верное да эти утверждения остаются верными далее то есть таким образом из этой теоремы следует что при малом возмущении поле но для достаточно малой R вообще не меняется топологически в случае произвольного R тоже не меняется но в окрестности самой особой точки тогда возникает вопрос а что такое тогда не гиперболические особые точки и почему с ними должно быть что-то плохое поэтому мы рассматриваем случай это пункт 2 я обозначу 2 1 пункт центр по линейным членам будет называться по линейным членам еще то что о чем мы будем говорить называется бифрукацией андроново хопфа андроново хопфа а h рассмотрим векторное поле которое имеет вид x точкой ну давайте вот так напишем х равно ax ax где а матрица 0 минус 1 1 0 то есть матрица поворота на 90 градусов в принципе заменой поворотом афинным преобразованиями можно любое векторное поле с чисто мнимыми собственными значениями в этой особой точке привести к такому виду повороты афинным преобразованиями и замены времени поэтому можно считать что матрица А имеет вот такой вот вид это векторное поле оно вообще говоря центр это мы сейчас подчеркиваю рассматриваем линейный случай пока линейный напомню как выглядит центр вот такое вот векторное поле что будет происходить с векторным полем вот таким если мы его возмутим то есть давайте рассмотрим векторное поле вот это было векторное поле в а теперь мы рассмотрим поле в эпсилон введем параметр эпсилон векторное поле будет иметь вид х с точкой равно а х плюс эпсилон х оказывается оказывается что центр перестает быть центром действительно в этом случае матрица а плюс эпсилон е где е тождественная матрица ну матрица единичная матрица примет вид эпсилон минус 1 1 эпсилон и мы получаем что действительные части лямбда 1 лямбда 2 лямбда я напишу 1 2 равно эпсилон то есть здесь я нарисую картинку для эпсилона нулю но сначала я нарисую картинку для эпсилон меньше нуля мы получим особую точку типа фокус причем фокус устойчивый это известное утверждение из курса дифференциальных уравнений особая точка будет выглядеть вот так вот устойчивый фокус при эпсилон больше нуля мы получим особую точку типа тоже фокус но теперь уже неустойчивый вот так при эпсилон нулю давайте я нарисую в нашем случае это просто центр я просто перерисовываю картинку это просто центр но это мы подчеркиваю и осматривали линейные векторные поля и мы уже видим что даже для линейных если мы возмущаем подпространстве линейных векторных полей то уже фазовый портрет меняется как мы помним орбитальная топологическая эквивалентность обязана сохранять направление времени в частности если особая точка была устойчивой она должна переходить в устойчивую особую точку и наоборот если была неустойчивая она должна переходить в неустойчивую особую точку так что все три картинки сдают неэквивалентные векторные поля а что будет если мы рассматриваем поле в все-таки нелинейные то есть ax плюс εx плюс r от x где r от x опять же о малое от x это поле v и ответы все то же самое потому что устойчивость и неустойчивость особой точки то есть все то же самое для картинки ε меньше нуля и ε больше нуля потому что в этом случае все то же будет устойчивый фокус при ε меньше нуля и неустойчивый фокус при ε больше нуля но что будет при ε равно нулю мы уже сказать не можем априори здесь может быть центр по прежнему здесь может быть устойчивый фокус оказаться здесь может быть неустойчивый фокус Все зависит от вот этой части r от x. Такие фокусы, которые топологические фокусы, но при этом центр по линейным членам называются слабые фокусы. Так вот, мы при этом не можем сказать, какое векторное поле будет здесь. И вообще, задача об различении центра и фокуса, это задача, которая изучалась довольно долго. Для особой точки, с которой центр по линейным членам ответ дали Липунов и Пуанкаре, они доказали, что можно различить, будет устойчивый или неустойчивый фокус среди центра за конечное число... точнее, они доказали, что за конечное число шагов можно понять, устойчивая особая точка или нет. И, возможно, третий вариант, но корразмерность с третьего случая, то есть, что будет центр, стремится к бесконечности. Я не буду сейчас это конкретизировать, но это довольно известный результат, который сейчас и вне нашего спускурса лежит. Хорошо. Но, что мы хотели показать? Мы хотели показать, что векторное поле не обязательно линейное, вот, то есть, добавка r от x, который имеет особую точку, центр по линейным членам, это поле будет неструктурно устойчивым. И мы показали, что при малом измущении в окрестности этой особой точки будет неэквивалентные фазовые портреты, неэквивалентные поля. Но значит ли мы, что мы доказали структурную неустойчивость поля? Вообще говоря, нет. Дело в том, что в определении структурной устойчивости не сказано, что геморфизм, отображающий векторное поле, геморфизм фазовых пространств, сопрягающий векторные поля, обязан переводить близкие точки в близкие. То есть, не факт, что вот эта точка после возмущения будет переходить в эту точку, которая приэпсила на нулю, вот этих двух полей. То есть, она может геморфизм отправлять в какую-то другую точку, которая здесь не нарисована, там, на другом конце сферы, и получится все равно же орбитальная эквивалентность. То есть, структурную устойчивость. Но нет. Этого можно избежать, потому что... Вот здесь я специально оставил место. Я нарисую здесь φ, где φ – это срезающая функция, которая единица где-то в каком-то шаре радиуса... в каком-то шаре радиуса, ну, достаточно маленького, чтобы в окрестностях этой особой точки ничего не лежало. То есть, чтобы вот там, где эта функция не ноль, то есть, на ее носителе, сюда не попадали никакие другие особые точки. И вообще ничего плохого не было. То есть, таким образом, при добавлении ε φ х вот этой величины векторное поле вдали от особой точки не меняется совсем. Меняется только векторное поле вблизи от особой точки. А вблизи мы уже показали, что мы получаем неэквивалентные векторные поля. Следовательно, мы доказали, что структурно устойчивое поле не содержит центр по линейным членам. Там особую точку с центром к линейным членам. И еще раз повторюсь, вот эта вот бифуркация, которая здесь написана, носит название бифуркация андронового Хопфа. Андронового Хопфа. Хорошо. Пункт 2.2. Рассмотрим другой пример. Здесь мы рассматривали случай, когда действительные части собственных значений были равны нулю, но при этом сами собственные значения не были равны нулю. А теперь мы рассмотрим случай, когда лямбда 1, ну скажем, оно будет равно нулю, а лямбда 2 будет, ну скажем, меньше нуля. То есть снова нарушается условие, но теперь у нас одно собственное значение равно нулю. Что в этом случае получается? В этом случае получается особая точка типа седлоузел. У 3 это седлоузел. Вообще определение седлоузла это особая точка матрицы линеризации, в которой имеет нулевой определитель, но при этом не нулевой след. Как раз это случай, когда одно из собственных значений равно нулю. Седлоузел проще всего сдавать вот такую вот систему уравнений. x квадрат плюс ε у равно минус у. Это мы рассматриваем семейство V ε. Это хоть и не линейное векторное поле, но это самый простой пример, на котором можно изучить, как ведет себя седлоузел. Что происходит в этом случае при изменении ε? Давайте нарисуем соответствующие картинки. при ε равном нулю, вот особая точка при ε равном нулю. Картинка получается вот такая. криво нарисовал. Ладно, наверное, надо было не пересолить. Ну ладно. Мы получаем вот такую особую точку. Почему он называется седлоузел? Потому что справа выглядит как седло, но слева как узел. То есть здесь все траектории с левой части, они входят в особую точку. Это мы нарисовали векторное поле при ε равном нулю. Что будет при ε больше нуля? При ε больше нуля, вот эта часть ни при каком х не обращается в ноль. Следовательно, особых точек нет. То есть это будет прямое векторное поле. Без особых точек. h, а при ε меньше нуля. То есть если ε отрицательное, то вот это выражение будет иметь два решения. Соответственно, будет две особые точки. Эти две особые точки будут седлом и узлом, как это ни странно может показаться. Вот так. Вот такая будет картинка. Опять видим, что получается во всех трех случаях разные фазовые портреты. То есть при малом возмущении векторное поле переходит в неэквивалентное в себе векторное поле. Но это мы рассматривали модельный пример. То есть здесь нету каких-то старших членов, например. Почему здесь стоит х квадрат, а не какая-то другая квадратичная часть? Ну, на самом деле, тут можно поставить вообще любую квадратичную часть, лишь бы она зависела не только от у, а х квадрат. присутствовал. Ну, иначе когда она была более вырожденная, особая точка. А если какие-то здесь есть члены, которые зависят от y, то заменой координат можно их, так сказать, убить, эти члены. Поэтому все равно векторное поле можно привести вот к такому виду. Но за исключением на самом деле одной поправки. Вот здесь вот если надо написать величину a, которую мы не в силах изменить гладкой замены координат, давайте считать, что a больше нуля. Ну, или a меньше нуля, но это не важно. Если будут старшие члены, то они ситуацию не изменят. Потому что по-прежнему вот это выражение, оно будет доминировать, и следовательно оно будет определять на сколько точек особых будет распадаться наша особая точка. То есть мы снова будем получать неэквивалентные векторные поля. А чтобы по-прежнему вдали от особой точки ничего не менялось, мы опять же можем домножить возмущение на срезающую функцию. И тем самым мы добьемся, что вне окрестности особой точки векторное поле не меняется. таким образом мы получили следующий вывод, что структурное устойчивое векторное поле не содержит седлоузла. На самом деле мы хотели показать, что каждая особая точка является гиперболической структурно-устойчивой векторного поля. Мы рассмотрели два вида структурно- не гиперболических особых точек центр полинейного члена и седлоузел. И убедились, что они точно не могут встречаться в векторном поле, который структурно-устойчив. Но для полного доказательства мы должны рассмотреть вообще говоря сколь угодно вырожденную особую точку. То есть, например, особую точку, в которой вообще все собственные значения равны нулю. и для этого показать, что близко к нему векторное поле ему неэквивалентно. Мы это проделывать не будем, но здесь это делается несложно. Например, достаточно показать, что произвольное векторное поле вида F от x y y с точкой на g от x y которая имеет особую точку в нашей начале координат. Всегда малым возмущением функции f и g можно добиться, чтобы это особое точка, чтобы это векторное поле содержало лишь гиперболические особые точки или не содержал ни одной. То есть в любом случае получится векторное поле неэквивалентно. Эта задача уже не сколько на векторное поле, сколько нам это анализ. У нас имеется две функции, которые мы приравниваем к нулю, и полученная система мы должны возмущить так, чтобы особые точки остались только гиперболические. Это простое упражнение, которым мы сейчас заниматься не будем. теперь ну простое упражнение по модулю того, что надо применить какой-то инструмент что-то вроде лемы сарда. Это делается несложно, но не будем сейчас терять время, потому что нас интересует лишь гиперболические особые точки и особые точки, которые не сильно вырождены, например, седлоутилы и центр полинейного члена. Поэтому на этом мы закончим говорить о не гиперболических особых точек. Переходим к пункту 3, а в случае теоремы пункту B покажем, что структурно устойчивое векторное поле обязаны содержать лишь гиперболические предельные циклы. Напомню, гиперболический предельный цикл это периодическая траектория, которая изолирована от других периодических траекторий. Я не буду писать определение, но я просто нарисую картинку. Это периодическая траектория, на которую что-то наматывается, и, например, может быть на нее с нее наоборот что-то сматываться, ну, или наоборот что-то здесь наматываться, отсюда что-то сматываться, изнутри сматываться. Вот такой предельный цикл называется устойчиво, неустойчивый предельный цикл. Вот такой предельный цикл называется неустойчивый, неустойчивый, а вот такой не то не сё. Мы будем называть такой предельный цикл параболический, но я сейчас дам точное определение, потому что параболический в нашем случае это тот, который не гиперболический, а гиперболический предельный цикл это вот что такое предельный цикл гиперболический гиперболический лический в скобках напишу непараболический потому что это в данном случае антонимы если а вот для того чтобы пояснить что значит гиперболический мы должны ввести следующую конструкцию мы должны к векторному полю перевести трансферсаль к этому предельному циклу трансферсаль гамма мы обозначим и здесь тоже нарисую трансферсаль гамма здесь трансферсаль гамма и рассмотрите отображение которое носит название отображение пуанкаре это отображение которое каждую точку трансферсали сопоставляет в некоторую другую или ту же самую точку трансферсали путем перенесения вдоль векторного поля то есть точка сопоставляется в точку лежащую на той же пазовой тривой но спустя один оборот такое отображение называется отображение пуанкаре Если отображение, я напишу дельта, отображение планка Ре, дельта из гамма в гамма, отображение планка Ре. К, Ре. Да, еще что забыл сказать. Для такого отображения, чему будет соответствовать предъявление цикла, какой точке? Эта точка должна переходить сама в себя по действиям этого отображения. То есть она должна быть неподвижной. То есть любая неподвижная точка является циклом, любому циклу соответствует неподвижная точка. Поэтому определение такое. Производное отображение планка Ре должно быть не равно единице, где х0 неподвижная точка соответствующая циклу. То есть, другим словами, дельта от х0 равно х0. То есть, Шаль. Я здесь места почти нет, но нет, я все-таки нарисую. Вот здесь вот получается картинка для отображения дельта. Вот это диагональ прямого угла. Здесь устойчиво, значит, наклон графика функции дельта меньше, чем у этой диагонали. Вот точка х0. Неподвижная точка. В этом случае диагональ будет здесь, снаружи устойчива, изнутри неустойчива. Значит, будет касаться здесь все неустойчива. Значит, график будет более крутой, чем диагональ. Так вот, негиперболический, то есть, параболический предельный цикл, это вот как изображен на этой картинке, утверждается, что он не встречается в структурно устойчивых векторных полях. Что с ним происходит при малом возмущении? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы давайте рассмотрим отображение дельта от х вида х плюс εх2. То есть, мы полагаем, что х0 в данном случае равен нулю, что мы и на трансверсале выбрали такую систему координат, что 0 в точности совпадает с предельным циклом. И мы рассмотрели семейство кривых. Ну, тут надо еще рассказать пару слов, что если векторное поле СР гладкое, то отображение полонкера тоже будет СР гладким, потому что... Ну, это следует из теоремы выпрямления векторного поля. Можно провести много-много-много трансверсалей к циклу и рассмотреть пару трансверсалей в малой окрестности любой заданной точки, аль в окрестности этой точки выпрямить векторное поле. И для выпрямленного векторного поля это доказательство уже очевидно, что отображение, соответственно, между двумя близкими трансверсалями гладко зависит от координаты на трансверсале. Так вот, что будет при Эпсилон равен нулю? Какая картинка будет? Я сначала нарисую отображение Дельта. Как оно будет выглядеть? Это будет вот такая вот парабола. Это будет вот такая вот парабола, которая касается бисектрисы в начале координат. Векторное поле при этом будет иметь параболический подденький цикл, который снаружи неустойчив, а внаружи, а внутри он устойчив. И вот трансверсалей дамы. При Эпсилон больше нуля. При Эпсилон больше нуля вот эта парабола приподнимается и уже не имеет неподвижных точек отображения Дельта. И, соответственно, предельный цикл исчезает. То есть это будет просто какое-то вот такое вот векторное поле. Гамма. Без предельных циклов. И, наконец, в случае Эпсилон меньше нуля. В этом случае парабола уезжает вниз. И появляется, как видно, две неподвижных точки. Значит, отображение... Значит, векторное поле будет иметь уже два предельных цикла. Снаружи будет сматываться траектории, здесь наматываться траектории, здесь сматываться траектории. То есть внутренний цикл будет устойчивым, потому что здесь наклон меньше единицы. А внешний цикл будет неустойчивым, потому что здесь наклон больше единицы. А поскольку любое гладкое отображение можно реализовать в виде отображения соответствия векторного поля, то мы всегда можем векторное поле таким образом возмутить. Как это доказать? Ну, например, рассмотреть любую точку предельного цикла негперболического, рассмотреть малую окрестность, в которой это векторное поле выпрямляется, то есть будет прямое векторное поле, одна из кривая, которая это предельный цикл, и добавить какое-то возмущение в перпендикулярном направлении. Это малые окрестности некоторые точки на предельном цикле. и тогда предельный цикл разрушится, потому что отображение Панкаре будет иметь вот такой вот вид. Это сейчас мы, опять же, заметаем детали под ковер, но я думаю, интуитивно понятно, что здесь происходит. мы здесь предполагали, что мы возмущаем квадратичным векторным полем, если бы мы возмущали бы, ой, квадратичный добавок сюда пишем, если бы возмущали там добавок n-той степени рождался бы n предельных циклов, могу родиться. Таким образом, если векторное поле содержит не гиперболический предельный цикл, оно не структурно устойчиво. Теперь же пишу, что структурно устойчивое векторное поле не содержит не гиперболические предельные циклы. Хорошо. Ну и последний пункт, пункт, который в теореме был V. Здесь у нас будет пункт, я запутался по номеру 1, 2, 3, 4, пункт 4. Это седловые связки. Пункт 4. Седловые связки. Я не буду давать строгое определение, писать точнее строгое определение седловые связки. Я просто нарисую картинку. могу слабыми сказать, это векторное, это общая сепаратрица двух седел. То есть, рассмотрим два седла, у которых одна сепаратрица выходит из одного седла, а в другое входит. Полученный объект называется седловой связкой. Опять же, мы хотим возмутить векторное поле так, чтобы эта связка разрушилась, тем самым, дав нам неэквивалентное векторное поле. Как это сделать? Ответ так же, как с циклом. Мы рассматриваем любую точку на этой связке и переходим в выпрямляющие координаты. В выпрямляющих координатах мы можем добавить векторное поле, добавок, который перпендикулярен. Ну, то есть, вертикален на этой картинке к векторному полю, и тем самым связка гарантированно разомкнется. Какие картинки получатся? То есть, это при ε равном нулю, при ε больше нуля картинка получится ой, я стрелочку не туда нарисовал. Картинка получится вот такая. то есть, связка разомкнулась вот так, а при ε меньше нуля картинка получается вот такая. здесь уже вниз связка вот эта разомкнулась, а вот эта вот наоборот ушла наверх. Точнее, наоборот, она сверху пришла и попала сюда сверху сепаратриса. То есть, опять мы видим, что векторное поле не структурно устойчиво. При малом возмущении получаются неэквивалентные фазовые портреты. хорошо. Теперь мы поняли, что те объекты, которые, те условия, которые написаны в теореме Антронова-Пантрягина, они необходимы. Достаточность, как я сказал, это более сложная часть доказательства этой теоремы, и мы ее сейчас затрагивать не будем. По сути, теорема Антронова-Пантрягина это чуть ли не самая главная теорема в этом курсе, которую надо запомнить. Какие из нее следствия? Пункт 5. Следствия. Да, вот здесь вот я давайте напишу, что в структурно-устойчивом поле связок нет. Нет. Следствие. следствие из теоремы Адамара, ой, не Адамара, а Андрона-Пантрягина. Первое следствие. Структурно-устойчивое векторное поле на двумерной сфере имеет лишь конечное число конечное число особых точек. Ну, почему? По очень простой причине. Каждая точка по условию теоремы гиперболическая, значит, она изолирована от других особых точек, то есть, существует ее окрестность, в которой нет других особых точек. А, поскольку сфера компактна, то изолированных особых точек может быть лишь конечное число. Пункт Б. Все то же самое, я не буду переписывать, только периодических траекторий. траекторий. То есть, структура устойчивого векторного поля на сфере может иметь тишко-ничное число периодических траекторий. По тем же самым причинам. любая периодическая траектория по теореме Адрона Патрайкина обязана быть гиперболическим предельным циклом. Каждый гиперболический предельный цикл просто по определению предельного цикла изолировано от других предельных циклов. и поэтому в силу компактности сферы их может быть конечное число, где я допустил ошибку. На самом деле я допустил ошибку, потому что никто не сказал, что предельные цикла могут накапливаться только предельным циклом. Давайте я нарисую пример. Теоретически предельные циклы могут накапливаться например к к полициклу. В данном случае полициклом выступает петля сепаратрисы гиперболического седла. Ну и тогда это многоточие. Так вот, в том случае, когда предельные цикла накапливаются к особой точке к предельному циклу, мы это запрещаем тем, что циклы обязаны быть гиперболическими. А вот этот случай интересней. Этот случай интересней потому что вот такая картинка, которую я нарисовал в принципе возможно, но мы запрещаем ее, потому что у нас в третьем пункте в теореме Адронова-Подрегина сказано, что структурно устойчивое векторное поле не имеет седловых связок, а значит не имеет полициклов. Поэтому поэтому и не может быть бесконечное число периодических траекторий. Пункт В вследствие двух предыдущих пунктов. Омегопредельное множество любой траектории, то есть то, к чему она может окапливаться при времени стремяющейся к бесконечности, может быть либо особая точка, либо предельный цикл и ничего больше. Ни к чему другому стремиться не может траектория. Я не буду сейчас повторять определение омега, предельная точка, предельное множество множество любой точке х из каждого для структурно устойчивого поля, либо особая особая точка, либо предельный цикл. Прямое следствие первых пунктов. Ну и последнее свойство, следствие которое мы получаем множество структурно устойчивых полей открыто и плотно в пространстве всех векторных полей на двумерной сфере. Но открытость очевидна, потому что по определению структурной устойчивости это поля, которые не меняются при малом измущении, поэтому они содержатся вместе со своей окрестностью. А плотность сведует из того, что каждое не структурное векторное поле можно возмутить так, что получится структурно устойчивое векторное поле. Как это дело доказывается? Так как мы обсуждали разрушение негиперболических особых точек. Мы каждую негиперболическую особую точку можем слегка возмутить так, что она развалится, либо вообще исчезнет, не будет прямое векторное поле, либо распадется на гиперболические особые точки. При этом за счет срезающей функции у нас векторное поле вне окрестности особой точки не изменится. Ну и так. Также можно хирургии провести с седловыми связками, со связками, то есть взять точку, ее маленькую окрестность, в ней возмутить векторное поле, развалить тем самым связку. Ну и с предельным циклом также. Берем точку на цикле, не обязательно цикл, это может быть любая периодическая траектория, берем точку на траектории, разваливаем ее за счет малого возмущения в управляющей карте, и тем самым получаем структурную точку векторного поля. Идея ясна, доказательство аккуратное, на самом деле требует много усилий, но тем не менее это делается. Ну и в заключении, со следствием закончили, в заключении я приведу пример, а что будет, если взять векторное поле не на сфере, а на каком-то другом многообразии. Ну, что будет, если мы рассмотрим не сферу, а плоскость двумерную? В принципе, понятно. Если мы многообразие M берем R2, то там все может быть очень плохо, потому что двумерная плоскость, она некомпактна. Поэтому, в частности, там может быть бесконечное число особых точек, даже, причем, все гиперболические будут, бесконечное число предельных циклов, тоже все будут гиперболические, да и вообще много чего страшного может быть. Все-таки с компактными многообразиями работать куда приятнее. Ну, хорошо, давайте рассмотрим компактные многообразия, но другое, не сферу. Простейшее многообразие, которое напрашивается, это тор. Давайте рассмотрим векторное поле на торе, которое имеет следующий вид. Это линейное векторное поле с наклоном альфа, то есть с каким-то наклоном тор. Все нормальные люди рисуют в виде квадрата со склеенными сторонами, и мы рассматриваем векторное поле, которое линейно линейно и угол наклона альфа. Структурно устойчиво ли это векторное поле или нет? Ответ зависит от... Ответ на самом деле на тот вопрос, который произнес не зависит от альфа не зависит, там в любом случае будет не структурно устойчиво. Но поведение векторном поле зависит от альфа. Если альфа иррационально, то поле, поле, в котором мы обозначим в альфа, это в альфа, задает иррациональную обмотку иррациональную обмотку Тора. То есть отсюда следует, что для любого Х любой точки и на этом Торе ее омега предельное множество будет равно всему Тору. То есть точка будет иметь всюду плотную орбиту на этом многообразии. Если альфа принадлежит, если альфа иррационально, то обязательно существуют периодические траектории. Это упражнение предлагается проверить самостоятельно. Существуют периодические траектории. Эти траектории в некотором смысле разрезают Тор на кольца и все траектории, которые лежат в этих кольцах, они не могут быть всюду плотными на Торе. Они живут исключительно в этих кольцах. Таким образом, векторное поле получается неструктурно устойчиво, потому что чуть-чуть меняем альфа параметр с рациональным на рациональным или наоборот и получаем другой фазовый портрет. То есть отсюда следует V альфа не структурно устойчиво для любого альфа. Ну, вы скажете, что я специально взял линейные векторные поля. Может быть, это проблема в том, что я взял линейные векторные поля, если бы мы рассмотрели произвольные векторные поля, какие-нибудь там гладкие, но не обязательно линейные, то ситуация была бы другая. Если мы так вот, если мы рассматриваем векторное поле без особых точек и векторное поле хотя бы С2 гладкая, то ситуация не будет меняться. У нас не будет такого понятия, как угол наклона, но для Тора можно ввести такую величину, как линейное векторное поле на Торе, не обязательно линейное векторное поле, можно ввести величину, как число вращения. Я не буду давать сейчас определение число вращения, но скажу, что оно как раз выполняет такую же функцию, как этот угол наклона, и для линейного векторного поля она в точно совпадает с этим углом наклона. И поведение векторного поля будет тем же самым. То есть, если число вращения иррационально, то мы получаем поле, которое эквивалентно иррационально Монтеки Тора. Если число значения рационально, то существуют периодические траектории. Таким образом, в пространстве векторных полей на Торе С2-гладке существует как минимум открытое множество векторных полей, которые точно не структурно устойчивы. Это противоречит, ну, не противоречит, но как раз видно, что пункт Г в данном случае не выполнен. И, кстати, обратите внимание, что иррациональная Монтеки Тора в принципе ультворяет всем вот этим, не этим, а всем необходимым условиям Терем по Андронова-Пантрягина, то есть там нет особых точек, там нету седовых связок, и там нету периодических орбит. Но, тем не менее, поле не структурно устойчиво. Ладно, на сегодня хватит. В следующий раз мы ведем такое понятие, как коразмерность вырождения, то есть мы будем сравнивать вырождение векторных полей, чтобы более вырожденные векторные поля сводить к менее вырожденным, в частности к гиперполическим. То есть нам нужна какая-то характеристика, которая говорит, какое вырождение более вырождено. Этим у этой характеристикой как раз служит коразмерность вырождения. В частности мы опишем все вырождения коразмерности 1. То есть коразмерности 0, сразу скажу, что это будут в точности структурно устойчивые векторные поля. А мы опишем вырождение, которые, то есть векторные поля, которые не структурно устойчивые, но при этом как можно менее вырожденные. Но это в следующий раз. Спасибо. Спасибо.